Итак, дорогие друзья, я обещал показать, как у нас получился ламинат в конечном исполнении. Ламинат был бракованный. В чем заключался брак? В том, что вот эти продольные швы были под конусом. То есть была щель с одной стороны вплотную, с другой порядка двух миллиметров. Как мы справились с этой задачей? Обо всем понемногу. Для тех, кто не смотрел предыдущий ролик, вкратце скажу. Мы укладывали ламинат. Все было ровно. Даже для наглядности сейчас я продемонстрирую все зазоры, все щели. То есть уложили мы порядка восьми рядов. Начали, наверное, с шестого. Началась появляться небольшая щель. То есть здесь вплотную, здесь небольшая щель. Соответственно, следующий ряд шире, потом еще шире. И последний ряд, вот этот, или вот этот, по-моему, получилось... Но я сейчас покажу наглядно, просто сейчас немного расскажу, чтобы о чем речь была. Получалось так, что мы не могли даже замок продольный защелкнуть из-за того, что щель большая, получается, не получается защелкнуть. Соответственно, приходилось срезать потроха и клеить. Клеили мы с помощью обычного клея для паркета и ламината. Хотя бы, чтобы кое-как держался вот этот шов. Замок не полностью срезали, а срезали только часть, которая мешается при соединении. Вот. Но, что интересно дальше? Интересно, то, что дальше у нас ламинат пошел. Буквально следующая палка. И все пошло идеально. То есть вот этот стык уже прям... Вот после самой сильной погрешности мы положили следующую палку. Все стыки идеальны. Я сейчас прям покажу. Это на самом деле прям... Мы уже думали разбирать. Сейчас будем вот это сейчас думать. Последний ряд положим. Если еще сильнее будет, то будем все разбирать уже как конец. Мы, причем, заказчице сказали относительно этих швов. Говорим, давайте поменяем. Она говорит, это нереально. Там целая история. Уже заезжать хотят. Ну, говорит, ничего. Что-нибудь придумаем. Давайте клеим, проклеим. Мы думаем, ну ладно, сейчас последний палок. Сделаем укладку. Если сейчас еще сильнее будет шов. Ну, как просится. То есть я сейчас покажу наглядно, что она все больше, больше. С каждым рядом больше. И здесь прям уже космическая щель на конце. Здесь вплотную. Вот. И буквально следующий ряд все идеально. Не один шовчик. Прям все защелкнулось идеально. Вот. Я, честно говоря, такой первый раз вижу. Прям погрешность в ноль ушла. Может быть, в другую сторону ламинат согнутый был. Ну, щель этот под углом. И причем сразу. Не так же постепенно бы уходило. А прям сразу все решилось. Вот со следующего ряда. Кому интересно, давайте сейчас наглядно покажу. Вот. Для того, что мне просто писали в предыдущих комментариях, что вы неправильно уложили первые ряды. Вот. Хочу показать. Так. Сейчас настроим. Вот смотрите. То есть щель четкая. Все без проблем. То есть поначалу все шло нормально. То есть защелкивалось. Ну, вот такие это, я считаю, вообще не проблемы. То есть это нормально. Для ламината это нормально. То есть я никогда не ложил так ламинат, что вообще прям идеально защелкивалось. Везде какие-то щелочки светились. Вот. И получается это четвертый ряд. На четвертом ряде проблем особо не было. Пятый ряд смотрим. Пятый ряд смотрим. Тоже отлично. То есть это говорит о том, что мы ровно укладывали. Мы тоже ничего не ломали там по стене. Все это по правилу. То есть все шло нормально. Видать, хорошая партия шла. Все четко. Почему я и говорю, мы поменять не можем. Мы развернули 9 пачек. А пачки дорогие. Заказчица заказывала там ламинат не из дешевых. То есть их придется эти пачки. То есть их назад не примут. То, что мы их развернули. То есть вот смотрите. Получается раз, два, три, четыре. Пятый ряд. Все четко. Смотрим шестой ряд. Шестой ряд. Чуть-чуть начала паутинка появляться. Сейчас уже. Да, вот здесь вот вплотную. Здесь чуть-чуть стало появляться. Ну, прям незначительно. Тоже нормально. Но чуть-чуть уже. Здесь нормально. Так, это получается шестой. Седьмой ряд. Смотрим седьмой ряд. Здесь уже. Вот так сделаю. Здесь уже видно. Поярче. Уже чуть-чуть светится стала щелка. Может на фото не видно. Но здесь вот прям есть полмиллиметра щелка. Вот. То есть это получается седьмой ряд. Вот здесь тоже чуть-чуть светится. Здесь вплотную. Восьмой ряд. Тоже щелка. Но она прям незначительная. Я говорю. То есть мы не видели сильные проблемы. До восьмого ряда. Мы сильные проблемы не видели. Да, щелка небольшая. Но я считаю, это не являлось проблемой. Вот смотрите. Здесь вообще нормально. То есть не во всех рядах. Девятый ряд. Щелка чуть больше стала. Здесь вплотную. Все в одном направлении идет. То есть разбегается швы. Вот здесь больше стало. Здесь вплотную. Это девятый ряд. Десятый ряд. Десятый ряд уже космический стал. Вот он. Разбег. Видно. Такая щель. Просто на камеру сильно не передается. Вот. Но уже щель хорошая. То есть уже вот такая щель. Не защелкивалась. Здесь мы срезали замок. Потому что вот это. Вот этот ламинат торчал относительно этого. То есть замок не давал. Здесь вплотную. Обратите внимание. Вот здесь вот обратите внимание. Намазано клеем. Потому что мы торец промазывали. Чтобы влага не попадала. Из-за того, что такая щель. Заказчик сказал промажьте пожалуйста. Вот. И мы когда его убирали. Здесь вот видно. Такие дырки. Вот это вот такая вот. Сейчас даже увидим чуть-чуть. Вот такая щель. Я считаю это. Вот с этой стороны вплотную. То есть вот эта щель. Она уже не давала защелкнуться замку. То есть здесь уже у нас вот этот замок. Относительно этого ходил бы. Если бы мы его не склеили. Вот. И смотрите. Вот там просто сейчас клея не видно до конца. Давайте еще покажу. Так. Здесь тоже мусором. А нет. Здесь силиконом как раз этим клеем замазали. Тоже не видно. Вот здесь в кладовке не мазали. Но в кладовке темно сейчас. Ярче сделаю. Тоже видна щель. Вот. Одиннадцатый ряд. Смотрим. Давайте отсюда начнем. Так. Здесь нормально вроде. Вот она щель. Видно. Как она расходится здесь вплотную. Смотрим здесь. Тоже разбегается. Вот. Тоже щель. Причем вот эти все щели мы срезали замки. Потому что они не защелкиваются. То есть вот одиннадцатый ряд. Тоже щель. Все мы их клеили. И смотрите что происходит на двенадцатом ряду. Двенадцатый ряд. Все. Щель исчезает. Ну хотя нет. Есть чуть-чуть маленькая. Давайте так засвечу. Но это вообще незначительно. То есть на двенадцатом ряду. Уже. В некоторых местах она исчезла. Вот здесь она исчезла. Здесь вплотную идет. И здесь вплотную. То есть все. На двенадцатом ряду погрешностей нет. Вот. На тринадцатом ряду. Вообще идеально. Даже обратить внимание. В другую сторону щель стала. Вот она. То есть здесь вплотную. Здесь в другую сторону. Я еще удивился. Думаю переборщили бы. Вот здесь четко все. Вот да. Здесь маленькая щелка. То есть стал работать в другую сторону уже. Вот здесь пока еще в туже. То есть вот маленькая щелка. А здесь вплотную. Здесь пока еще погрешности осталось. То есть видно как ламинат пляшет. Четырнадцатый ряд. В принципе прям все ровно. В принципе все ровно. То есть обычная укладка. Обычная укладка. Вот. Смотрите. Я когда здесь укладывал четырнадцатый ряд. Ставил стать. Ну при пятнадцатой укладке. Поставил один ламинат. И у меня появилась вот такая же щель. Самая большая как здесь. При стыковке двух ламинатов. Вот. Я ее убрал. Взял другую пачку. Развернул. Положил. И у меня все идеально состыковалось. Вот он шов этот. То есть вывод какой? Что все-таки пачки бракованные попадаются. Вот. Я сейчас ее продемонстрирую. Эту одну палку. Я ее отложил. Сейчас наглядно покажу. В чем этот брак. Вот она эта палка. Причем с одной стороны идеально 90 градусов. Вот с этой я мерил. То есть идет четко 90. Я не буду вас сейчас отвлекать. То есть я уже замерял с одной стороны. Если мерить. То ровно 90. Не совсем видно. Но вы можете мне поверить. Вот. Меряем снизу. Давайте на свет вот так вот ее поверну. Вот. Замеряем снизу. Подставляем угольник. Снизу сейчас будет видно щель. Так. Вот сверху вплотную. Так. Давайте сейчас выставлю. Секундочку. Обратите внимание. Ну то есть видно. Ну миллиметр точно. Может чуть-чуть даже. Вот. То есть с этой стороны у нее меняется плоскость. Не 90 градусов. Вот. Поэтому вывод какой? Вывод такой, что ламинат у нас проходит некачественный. Вот. Брак. Причем попадается он в разноброд. Я говорю полкомнаты заложили. Дальше пошел брак. Видать одна или две пачки. Не знаю сколько вот в четырех рядах поместилось. Вот. Их даже так по цвету видно чуть-чуть. Здесь видать вот другого как партии что я не знаю. Вот. И получается дальше опять нормально. Это несмотря на то, что еще вот такой узлом был. То есть если мы вот как в прошлом видео показывали, провило ставил, то здесь у нас ломается плоскость вот так дугой. Может из-за того, что вот это раскрытие происходит. Не знаю. Точно не знаю. Так что такие дела. Будьте осторожны. Проверяйте уголком при укладке. Если есть такая возможность. Потому что в конечном итоге, когда вот как мы, чтобы так не попасть, что когда вы распечатаете. Но с другой стороны, конечно, это неправильно. В каком плане? Представляете, то есть после девятой пачки, сколько мы распечатали там, не знаю. Ну может не девять, может меньше. Но факт то, что полкомнаты заложили. То есть это что, каждую пачку распечатывать тоже несерьезно. Получается, как бы рассчитываешь на качество. А по факту получается, как всегда. Вот и правильно сказали относительно того, что не стыковать на середине. Если бы мы сместили где-то на одну треть, то это погрешности меньше бы было заметно. И проще было бы... То есть она бы не увеличивалась с каждым рядом. То есть из-за того, что тоже перехлёст. Хотя всё равно вот эта геометрия, если криво, то уже ничего не сделаешь. То есть надо просто такие пачки убирать. Можно, конечно, их вернуть. Но заказчица у нас говорит, я не буду этим заниматься. Не буду судиться, не буду доказывать. Укладывайте как есть. Такая лояльная заказчица попалась. Вот. Ну, с другой стороны, уже ремонт на стадии завершения. Уже хочется им въехать побыстрее. В принципе, всё. Такая информация. Спасибо всем за просмотр.